МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Светлана Ларикова. В расписании скоростного трамвая появились три дополнительных вечерних рейса. Это стало возможным благодаря тому, что на трехкилометровом участке от завода баррикады до остановки улицы 39-й Гвардейской выполнен основной объем работ по соединению рельсов методом алюмотермитной сварки, что позволило сократить периоды технологических окон. Электротранспорт плюс усиливает расписание движения скоростного трамвая, добавив поздние вечерние рейсы, которых не было до начала реконструкции. С 4 декабря от станции Ельшанка трамвай дополнительно отправится в сторону Тракторозаводского района в 22.20, 22.31 и 22.42. Со стороны ВГТЗ в направлении Советского района последний рейс будет выполняться в 21.55. Продление работы СТ позволит волгоградцам, работающим в вечернее время, с комфортом добираться до дома. В будние дни на линии СТ работает 21 трамвайная сцепка. В часы пик интервал движения составляет 5-6 минут. В выходные дни маршрут обслуживают 13 трамвайных поездов, интервал движения 8-9 минут. Напомним, что в этом году в рамках инвестсоглашения проведена реконструкция трамвайного полотна на трехкилометровом участке наземной линии СТ от станции «Завод Баррикады» до станции улица 39-й Гвардейской. Специалисты построили новое трамвайное полотно, уложили балластную призму для регулировки высоты пути, смонтировали новую контактную сеть, обустроили три трамвайных переезда с резинокордовым настилом. Завершаются работы по соединению рельсов методом алюмотермитной сварки. Также рабочие обустроили остановочные площадки и установили павильоны. В 2024 году работа по реконструкции наземной линии СТ будет продолжена. В следующем году в рамках инвест-соглашения в наш город поступят 62 новых современных трамвая. 38 из них начнут работать на линии Волгоградского метротрама. Памятник «Железному Феликсу» вернулся на одноименную площадь тракторозаводского района. По завершении восстановительных работ на базе специализированного предприятия в городе Жуковском скульптуру Держинского на спецтранспорте доставили в Волгоград. В ходе очистки скульптуры специалисты выявили, что требуется замена ряда старых металлических фрагментов, которые использовались в первые послевоенные годы для устранения повреждений, полученных памятником во время Сталинградской битвы. Решение провести восстановление скульптуры на базе профильного предприятия в городе Жуковском приняли сотрудники специализированной подрядной организации, выполнявшей муниципальный контракт. Это обеспечило максимально высокое качество выполнения работ. Перевозка осуществлялась за счет средств подрядчика. До окончания работ по облицовке постамента скульптура будет храниться на строительной площадке на площади Держинского. Где в этом году установят главную новогоднюю елку и какой он лучший туристический сувенир? Далее в эфире краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала МТВ.Онлайн. Не превышай! С 5 декабря на мосту через Волгу вводятся ограничения скорости. Роды через страны и континенты. Почему жительница Кубы решила родить сына в Волгограде в перинатальном центре номер 2? Новогодние ели и светодиодные арт-объекты уже манят горожан в парках и скверах Советского, Ворошиловского и Держинского районов. Где в этом году будем водить хороводы у главной новогодней елки города? А также, почему только 11% волгоградцев собираются новогоднюю ночь провести у телевизора? Какой туристический сувенир из Волгограда завоевал гран-при всероссийского конкурса? И чем блогер из Волгограда смогла удивить самого Николая Баскова? Об этом и не только. Читайте и смотрите на нашем информационном портале mtv.online. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. На базе спортшколы по зимним видам спорта в Держинском районе прошел очередной этап первенства Южного и Северокавказского федеральных округов по хоккею. В бескомпромиссной борьбе на льду сошлись спортсмены до 13 лет. Волгоград впервые стал площадкой проведения масштабных стартов среди лучших команд двух федеральных округов. Наш корреспондент Дарья Денисова расскажет, как сыграли юные волгоградцы. В этом сезоне в составе участников первенства Южного и Северокавказского федеральных округов среди юношей до 13 лет хоккеисты из Сочи, Крыма, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда. Руслана Карпова в этот вид спорта привел папа. Тоже хоккеист, любитель. Вот уже 8 лет Руслан не представляет свою жизнь безо льда. На этих соревнованиях его команда выиграла у южных пингвинов из Симферополя. С минимальным счетом уступила ровесникам из Сочи 5-6. В третьей игре против ростовчан уступили только по булитам 4-5. Но ребята готовы учиться на ошибках. Начинал с позиции центрального нападающего, а сейчас правозащитник. Потому что надо ложиться под шайбу, защищать вратаря. Посмотрел первый раз хоккей, понравилось. Налет встал, 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 встал. Хочу добиться спорта, попасть в команду «Казанский Акбарс». Моя любимая команда. Хочу попасть туда. Скорость, сила, ловкость, качество настоящего хоккеиста. Волгоградские спортсмены в числе лидеров соревнований. Я занимаюсь хоккеем 8 лет, уже очень давно. Кстати, я сначала играл в городе Волжском, но я сейчас живу в Волжском. И у нас там команда распалась. Наша команда торнад была. И вот сейчас я играю в спортивной школе по зимним видам спорта. Волгоград – южный город, но несмотря на это зимние виды спорта продолжают развиваться. Хоккейные баталии – это возможность показать себя в деле, проявить стремление бороться и побеждать. В команде Ростова-на-Дону мальчишки тоже знают, что такое упорная борьба и единство на льду. Я обожаю хоккей, я думаю, с того, как я начал заниматься. Я вот сразу увидела, что я люблю этот спорт. Команда у нас очень дружная, за каждого играет. Если кого-то кто-то обидит или сильно сыграет, то мы будем отвечать. На ледовом катке многолюдно за юных хоккеистов болеют друзья, близкие, наставники и родители. Сочи, Сочи, только Сочи! Эй, мы приехали из Сочи поддержать команду нашего хоккейного клуба «Сочи» в 2013 году. Приехали, поддерживаем, третья игра, выигрываем. Болейте их только за ПК «Сочи»! Для этих юных спортсменов путь в большом хоккее только начинается. Каждый из них мечтает стать будущим Овечкиным, Малкиным или Харламовым. Очень приятно оказаться в таком хорошем, прекрасном городе. Отличная организация. Я думаю, перспективы будут. Необходимо работать в этом направлении все. Мальчишки показывают хороший хоккей. Интенсивный, быстрый. Борьба на каждом участке поля идет. Молодцы! В Волгограде есть современная спортивная база. Ежегодно проходят десятки мероприятий всероссийского, мирового, международного уровней по различным видам спорта. Регион активно участвует в нацпроектах и целевых госпрограммах. Проведение первенства двух федеральных округов в городе на Волге стало новой ступенью в развитии детского и молодежного хоккея. В следующем году Волгоград вновь может принять этап первенства страны среди юношей. Чем больше мы таких мероприятий проводим подобного рода, тем больше это дается возможности и по игровой практике нашим ребятам, которые занимаются в нашей школе. Ну и плюс Волгоград становится одним из узнаваемых, в том числе мест проведения кухонных, региональных, межрегиональных мероприятий по хоккею. Волгоградским юным хоккеистам еще предстоит встретиться на льду со ставропольскими командами. Наследие и Динамо. По сумме игр в два круга определятся участники, которые выйдут в плей-офф. Команда-победитель выступит в финале первенства России. Дарья Денисова, Георгий Катаманов. Время новостей. И на этом пока все. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на сайте rutub.ru. Не пропустите, главное, подписывайтесь на наш канал в Дзене и до встречи в эфире. Сегодня в Волгограде ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 1, минус 3 градуса. Субтитры подогнал «Симон»